В среду 3 января православные христиане чтят память святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца. Он появился на свет в земле Волынской от благочестивых родителей. Господь в видении открыл матери, что он уготовил особый благодатный путь для ее сына. Во сне Евпраксия увидела, будто держит на руках Агнца, посреди рогов которого выросло дерево. На ветвях было множество листвы, плодов и свечей, издающих благоухание. Они символизировали множество даров, которыми Господь наградит ребенка. В 7 лет мальчика отдали наставнику изучать священное писание, но учеба не давалась отроку, пока он не удостоился божественного вразумления свыше. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь, где смиренно нес возложенное послушание и обучился иконописе. Там он принял пострих и был рукоположен в одиакона, а затем и в священника. Петр попросил благословения у игумена и ушел в уединенное место. Со временем к его келии у реки Рата, на север от Львова, близ урочища Новый дворец, стали приходить другие монахи в поисках подвижнической жизни. Так образовался Новодворский монастырь. Братья построила для соборной молитвы храм во имя Спаса и избрала для себя игуменом святого Петра. О добродетельном игумене-подвижнике стало известно далеко за пределами обители. Нередко в монастырь приходил галецкий князь Юрий Львович, чтобы послушать от отца Петра духовное наставление. В 1308 году патриарх Константинопольский Афанасий возвел святого Петра в митрополита Киевского. В то время страна находилась под татарским игом, была разделена на удельное княжество. Владыка призывал паству к единству и заботился об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. Святой Петр совершал объезды епархии, призывал к миру князей. В 1312 году святитель совершил поездку в Орду, где получил от хана, охранявшую права духовенства, грамоту. В 1325 году пожилой святитель по просьбе князя Иоанна Калиты, перенес митрополитию кафедру из Владимира в Москву. 3 января 1327 года святитель Петр отошел ко Господу. Его тело было похоронено в каменном гробу, который святитель сам приготовил. Вскоре по молитвам у гроба святого Петра стали совершаться чудеса. Так исцелился не владивший от рождения руками юноша, выпрямился горбун, обрели слух и зрение, глухой и слепец. После множества чудес князь Иоанн Калита приказал составить описание чудес святого. Через 13 лет после смерти святитель Петр был причислен к лику святых. Также в этот день святая церковь молитвенно прославляет святителя Филарета, митрополита Киевского. Он родился в 1779 году в благочестивой семье священника. Окончив Орловско-Севскую духовную семинарию, принял монашество с именем Филарет. В 23 года святой управлял семинарией и был настоятелем Свенского монастыря. 12 лет будущий святитель возглавлял поочередно три семинарии, затем был назначен инспектором Петербургской и вскоре Московской духовных академий. В 1815 году он возглавил последнюю в качестве ректора. С 1819 года занимал Калужскую, Рязанскую, Казанскую кафедры. В апреле 1837 года назначен митрополитом Киевским и Галецким. В первые годы служения в Киеве владыка Филарет боролся с влиянием униатов, старавшихся очернить православное духовенство. Он выступал в защиту клериков, опровергал ложные доносы и обличал клеветников. Большое внимание архиерей уделял нравственному и материальному состоянию духовных учебных заведений епархии. Чтобы лучше понимать положение дел, он еженедельно получал подробный отчет о жизни в каждом учебном заведении. По ходатайству святителя Филарета было открыто Киево-Софийское духовное училище, треть учеников которого жила на содержании митрополита. Из стен училища вышли сотни достойных служителей церкви. Киевской духовной семинарии владыка подарил свою личную библиотеку. Истинный пастырь совмещал свое служение руководителя с великим смирением и нищелюбием. Бедняки были постоянными посетителями дома митрополита Филарета. Это раздражало его келейника, так что тот бывало и ругал владыку за расточительность, но сам святитель всегда радовался таким гостям и не отказывал в милостыне. Часто он раздавал просящим все до последней копейки. Однажды святитель получил очередное назначение, но не смог отправиться в путь, так как раздал все деньги и не оставил ничего на дорогу. На проезд он был вынужден занимать у своего студента. Монахолюбец, строгий пустник, делатель Иисусовой молитвы, святитель Филарет обладал даром чудотворения и дерзновенной молитвы. Удостоился при жизни многих благодатных откровений и видений. В августе 1841 года владыка тайно принял великую схему с именем Феодосии. До самой смерти он оставался неутомим как в трудах святительского служения, так и в монашеских подвигах. Укрепляемый помощью Божией, владыка переносил все трудности с удивительной бодростью. 3 января 1858 года в девятом часу вечера митрополит Филарет скончался. Тело святого погребли согласно его завещанию в храме воздвижения Креста Господня в Киево-Печерской лавре. Со временем святитель Филарет был причислен к лику месточтимых святых в нескольких соборных празднованиях, а 22 июня 2008 года последовало его общецерковное прославление. Мощи святого были обретены 23 октября 1994 года и почивают в дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Субтитры создавал DimaTorzok